МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Начинается программа «Синема». Приветствуем всех любителей кино, тех, кто ходит в кинотеатры, кто смотрит фильмы дома, кто просто обожает, да, может быть, на экране смартфона. Владимир Веселов, Олег Пека, киноманы со стажем. Наверное, можно так нас представить. Точно. Мы сегодня поговорим о новых фильмах, которые появляются у нас на экранах. Ну, вот, хотели поболтать немножко про киносыщиков, ну, и, конечно, обсудить какие-то новости интересные. Я, например, узнал, что в Риге впервые состоится кинопоказ, куда можно пойти с собакой. Ну, вот у меня нет собаки, но, тем не менее, любопытно. Это впервые такое придумали. Манхэттен Шорт Латвия совместно с компанией, там, ВУФ ЛВ, они решили показать, ну, устроить такой показ док-френдли. 2 октября Динозо Арена, это на Краста 52, там будут подготовлены условия, и будут присутствовать в зале кинологи, доступные миски с водой, и закрытая территория на улице для прогулок с собакой. Вот такой вот интересный. Ну, а сам Манхэттен Шорт, я напомню, что тоже в Риге будет проходить буквально, по-моему, на этих выходных. И это уникальное мероприятие, там 100 тысяч любителей кино по всему миру в течение одной недели голосуют за фильмы-финалисты. Это 10 короткометражек, причем очень разные. Там есть обязательно анимационная, есть обязательно триллер, ужасник, комедия. То есть представлена вся палитра жанров. И вот программа из 10 короткометражных фильмов, она показывается по всему миру. И у нас вот в Латвии она уже, по-моему, там лет, ну, чтобы не соврать, 10 точно, если не больше. И финалисты Манхэттен Шорт, они автоматически получают сейчас право участвовать в отборе на премию «Оскар». Так что картину, вот эти фильмы можно будет посмотреть у нас, по-моему, в РУ. Сейчас вот я боюсь соврать, где будет показываться. Манхэттен Шорт, но, по-моему, все-таки сплендеди. Сейчас проверю и уточню. Ну да, я, говоря об исходной новости про собак, я когда услышал, я подумал, ну, как же так? А владельцы котиков возмутятся и скажут, а как же кэт-френдли, например, почему с котами нельзя? Или там с хомячками скоро можно будет сходить в кинотеатр. Но вообще, конечно, интересно. Мне просто занятно было бы посмотреть, как собаки отнесутся к этому моменту. Возможно, не все из них так спокойно будут наблюдать, как в темном зале начнутся какие-то картинки огромные, мельтешить, и звуки громкие. Не исключено, что там, конечно, начнется какой-нибудь просто какая-то чехарда с этими собаками, если они там все начнут выть и лаять. Ну, посмотрим. Во всяком случае, это вот первый такой опыт. Наверное, ну, судя по тому, получится или не получится в итоге, мы будем наблюдать вот продолжение или отказ от такого эксперимента. Что еще? Вот я хотел обратить внимание тоже тех, кто собирается посмотреть какое-то необычное, интересное кино. Дело в том, что 5 октября в Splendid, Splendid Palace, будут показывать тоже очень необычный фильм. Это картина, если я не ошибаюсь, но она длится, ее покажут в рамках Hard Dog Fest, «Дом». Картина – это режиссера Дмитрия Васюкова, который отправился на Аляску, и вот русские эмигранты, которые уехали еще после революции, через Францию, через Америку, они, в конце концов, вот где-то в каких-то северных суровых широтах поселились, и, тем не менее, они сохраняют, ну, вот русский язык, русскую культуру. Вот это очень интересный такой необычный фильм, который рассказывает историю семьи, и в то же время он, ну, вот рассказывает о этом чувстве какого-то принадлежности. Никто из них, вот из ныне живущих, вообще никогда в России не бывал. То есть они все выросли, ну, там, помоложе, так они, по-моему, в Америке, а постарше там родилась, по-моему, во Франции, ну, то есть вот откуда они, ну, их занесло уже дальше в Америку. Фильм достаточно долгий, хочу сказать, то есть он идет 152 минуты, это практически почти три часа, и такой, ну, почти Титаник, можно сказать. Но, тем не менее, вот очень любопытная эта история, документальная, документальная, такой большой документальный проект, так что я обращаю ваше внимание, 5-го числа будет возможность его посмотреть. По-моему, его больше уже показывать не будут. Было несколько вот каких-то сеансов по Риге, так что это в рамках Hard Dog Fest последняя, можно сказать, возможность. Наверное, можно тогда о новинках кинопроката что-нибудь сказать. Значит, в кинопрокате у нас вот из новинок будет фильм Элзы Гауи «Мама Вэлл Смайда». И я хочу сказать, что Элзы Гауи, она актриса, которая стала сейчас снимать кино, у нее, по-моему, это игровой дебютный фильм, а до этого был фильм документальный. Мы, по-моему, тоже когда-то рассказывали про людей, живущих вот прямо на которых... Ну, есть огороды в центре практически города, на Закью Сала. А, на Луцевсале. Или на Луцевсале, да. И там вот эти огороды, где живут там практически уже и живут люди, вот их собираются сносить, и вот это такой как бы спор владельцев земли и тех, кто проживает еще на этих вот огородах. Вот очень такой был документальный фильм. И вот продолжение, можно сказать, истории, вот уже художественный фильм, художественный такой большой дебют Элзы Гауи рассказывает историю трех сестер. То есть вот тоже вот еще одна картина, которая, я понимаю, была снята в период пандемии. Сейчас очень много фильмов нашего латвийского производства выходит на экраны. Вот я смотрю, что еще один латвийский фильм называется «Упурга». Или «Упурга», я даже не знаю, как ударение. И это ужасник. Ну, такой, я так понимаю, мистический триллер посмотрел. Я трейлер глянул. Ощущение, что это что-то такое снято под влиянием ведьмы из Блэр. То есть какой-то видеозарисовки туристов, которые плывут на, возможно, по Гауи или еще по какой-то речке, на плотах сплавляются и сталкиваются с какими-то мистическими проявлениями местности. То есть призраки какие-то там, ну и прочая все составляющая. Ну, интересный эксперимент, тем более, что местного разлива, так скажем. Так что, кому интересно латвийское кино, вот два варианта как минимум. То есть можно посмотреть. Ну, и ты забыл упомянуть, что на этой неделе, вот уже сегодня, первые сеансы, вышел фильм, как он называется, «Треугольник печали». То есть обладатель золотой и пыльной ветви этого года. Вот у тебя, может быть, ты его видел? Я, честно говоря, не видел, поэтому не знаю, насколько он действительно хороший и насколько простая аудитория его может оценить. Я, когда вот он был на Каннском кинофестивале, следил за событиями, читал рецензии. Трейлер фильма очень такой хитро сделанный, он не дает никакого рассказа о том, что произойдет. Но, судя по лицензиям, там речь идет о элитной яхте, где путешествуют очень богатые люди, и они достаточно так наплевательски относятся к обслуживающему персоналу. То есть практически не считают за людей. В трейлере есть этот момент, когда просто используют как обстановку, как вешалку. Ну, то есть, ну, просто вот, ну, ужасное отношение. Но яхта терпит бедствие, они все оказываются на необитаемом острове. И вот здесь, в общем, я понимаю, отыгрывается вот именно этот пролетарский класс на буржуях, потому что они все оказываются, в общем, в одинаковых условиях выживания. И здесь уже не имеет значения, ты миллионер или ты простой там официант, или там матрос, там, Юнга на этой яхте. В общем, вот я понимаю, что это вот такая вот сатирическая зарисовка, попытка вот поиздеваться немножко над вот расслоением нашего общества и показать, насколько это иллюзорно, и любая вот какая-то непредвиденная форс-мажорная ситуация. А у него, по-моему, уже был как раз фильм «Форс-мажор» тоже. Ну, то есть там режиссер известен своим, как картины «Квадрат», где вот он над современным искусством издевался. Так что, в принципе, фильм должен быть весьма и весьма многообещающим и интересным. Социальная сатира, в общем, ну, наверное, если просто так пальмовые ветви не дают, поэтому, наверное, киногурманы как минимум должны оценить и порадоваться, что он дошел до наших больших экранов. — Еще французский фильм «Компромат» выходит, ну, там, в принципе, такая, я понимаю, очень суровая история. — Отключение француза в Сибири. — Да. То есть француз приезжает руководить там каким-то альянсом и приступает там к своим обязанностям. И я понимаю, что его обвиняют в хранении детской порнографии, арестовывают, бросают в тюрьму. В общем, все ужасы ваш «Сошлют в Сибирь убирать снег» весь, в общем, в принципе, вот присутствует в этой картине. Там изображение российской тюрьмы, там, и, в общем, ну, кто играет, вот я забыл, из Жижикин, да, вот, естественно. — Да, Жижикин играет. Я посмотрел, что снималось в Литве, поэтому, соответственно, там есть и российские актеры, и французские. — И я понимаю, что чем-то он, Жижикин, он появляется в роли, можно сказать, Томми Лиджонса из «Бегущего от правосудия». То есть, потому что по сюжету этот француз ухитряется сбежать из гулага сибирского, и за ним бросается в последу вот этот самый герой Жижикина. — Так что... — Суровый сибирский мужик. — Да. Так что, в общем, приключения француза в Сибири вы можете тоже оценить. — На этой неделе. И картина, которая вот, ну, нас натолкнула, в принципе, вот поговорить о детективах в кино. Смотрите, как они бегут. Это такая очень ретро-комедия, черная комедия, про то, как убивают кинопродюсера голливудского, который хотел поставить фильм по популярной пьесе. И расследование этого убийства производят такой инспектор Стоппорт и констебль Сталкер. Причем, в общем, играет там Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл вот этих вот двух сыщиков. И это такая пародия, я понимаю, на английские детективы, на всевозможные штампы детективного жанра. В общем, это черная комедия. — Я думаю, что это такая вариация на тему убийства в закрытом пространстве, когда вот есть несколько подозреваемых. Ну, я так думаю просто, исходя из трейлера, у каждого есть какие-то мотивы, каждый кто-то этого продюсера за что-то не любил и хотел и мог его убить. И вот уставший детектив, которому ничего не надо и который уже опытный, и молодая констебль, полный энтузиазма, который рвется в бой и, значит, берутся за расследование. Я пока смотрел трейлер, вспомнил советский фильм «Ищите женщину», по-моему. Там примерно та же картина в закрытом пространстве убийства. И вот, значит, приходит уставший, больной сыщик в исполнении Куравлева. И, значит, вместе с, ну, правда, не констеблем, а местной секретаршей тоже, горящей энтузиазмом, который играл Софика Чаурели, да, они, значит, ищут у этого убийца. Ну, вот, видимо, что-то будет такое тоже, и тоже с элементами комедии, так скажем. Вот, кстати, практически «Ищите женщину» классический действительно пример детектива, сыщиков. И, я не знаю, можем сейчас поговорить, можем потом, немножечко попозже, сначала еще про новости, а потом вернуться к этой теме. Не, ну, можно сейчас, да. Ну, да, потому что, по идее, вот, если брать советский кинематограф, то, в принципе, там, конечно, очень яркие три, я бы сказал, таких сериала. Это следствие ведут знатоки Томин, знаменский Томин Кибрид, это, ну, конечно, Каневского, блестящая игра, там он вытягивал, привносил комедийную всегда струю, очень суровый. Вот Знаменского забыл, как его фамилия актера. Ну, и игравшая кибрид Эльза Элджей, ее звали, да. «Рожденная революция», вот, был такой длинный тоже сериал, который, ну, каждый там, по-моему, состоял вот, условно, сезон из двух или трех серий, там тоже расследовались убийства, там какие-то вот происходили детективы. И, конечно, место встречи изменить нельзя. Ну, это вот, мне кажется, такая вот была большая троица трех больших сериалов. Подожди, подожди, я все ждал, когда ты скажешь «Шерлок Холмс» и «Доктор Ватсон». Ну, ты знаешь, вот «Шерлок Холмс», мне кажется, он стоит немножко, ну, если мы говорим про «Шерлока Холмса», то, конечно, «Шерлока Холмса» и «Доктор Ватсон», он немножко стоит особняком, потому что здесь как будто бы, ну, действие происходит на чужой почве, то есть, в... Но, конечно, «Холмсониада» — это просто отдельная тема, мне кажется, для разговора, потому что, ну, да, Василий Ливанов, Камбербэтч, там, это все как бы кто лучше, кто круче, Роберт Дауни-младший. Пару дней назад умер режиссер советских «Шерлока Холмса». Игорь Масленников, да. Да. И был еще, кстати, тоже целый, по-моему, несколько фильмов «Деревенский детектив». Анискины, затем потом было продолжение Анискины «Фантомас», и там вот такого участкового... Кстати, тоже вот Михаил Жаров, который сыграл Анискина, он стажировался, вот изучал, как работают участковые, и это же Виль Лепатов там написал повесть, она была очень популярна, печаталась, по-моему, там, ну, в журнале с продолжениями, и вот именно такой образ такого деревенского милиционера, который ходит с папочкой, там, всех знает наперечет, и вот когда случаются какие-то... У него... Жену его играла, кстати, Татьяна Пельцер, тоже они были такой очень трогательной парой. Ну, и, кстати, если уж говорить про... Ну, закончить уже с этой, ну, с темой советских, детективов, это был полковник Зорин, был первый фильм «Возвращение святого Луки», там, где украли картину Хальса из Пушкинского музея 65-го года, там, кстати, Басилашвили играл спекулянта, тоже такая злодейская у него была роль, Дворжецкий играл вора-рецидивиста по кличке Граф, и, конечно, вот этого Зорина играл Всеволод Санаев, это, если ты помнишь, ну, дедушка, в общем, дедушка нынешнего Санаева писателя, «Похороните меня за Плинтусом», он как раз-таки его внук. Вот, ну, и это такая, ну, серия, скажем, конечно, советский Шерлок Холмс был отдельно, вот мне кажется, такая прекрасная тема. Были попытки экранизировать и Пуаро, но менее уже удачные, с Константином Райкиным, там, и с Маковецким. Мне кажется, еще было, если советский, вспомните, «Дедектив» была какая-то такая не очень внятная серия по братьям Вайнерам, типа фильмы типа «Визит к Минотавру» и еще какие-то, там тоже был один сквозной герой главный, но просто это бы снималось не сразу, не одновременно, поэтому так вот явно в серию не попадало. Но было там еще лекарство от страха, мне кажется, то есть там плюс даже, говорят, там фигурировал в начальниках этого, значит, главного следователя, в начальниках фигурировал Шарапов, поскольку автор один и тот же, поэтому был намек на то, что Шарапов дослужился до, значит, там высших чинов, высшего руководства в уголовном розыске. Михаил Ефремов играл роль следователя, ну вот, если ты говоришь про современный сериал, а Шарапова играл Шакуров, но это вот был уже недавних буквально, ну там лет пять, может быть, назад был снят. Но тогда была вот «Визит к Минотавру», да, это была серия вот советского периода, а потом ее пересняли с немножко, ну, как отдельной сериала. Да, в виде сериала. Да, в виде сериала. Вот интересно, что я посмотрел, у Дэвида Финчера очень много было детективных все-таки фильмов, это был и «Семь», если вспомнить, там вот был детектив-лейтенант Уильям Соммерсет в исполнении Моргана Флимана, ну и там вот герой Брэда Питта, с которым они вместе расследуют. Был фильм «Зодиак», тоже детективный, и был фильм «Девушка с татуировкой дракона», где Дэниел Крейг... Ну, еще можно, в принципе, и «Грайвл», в принципе, можно тоже отнести к жанру детектив, тоже они... ну, как бы не было, но расследование какое-то проводилось. Да, ну и вот интересно, что Дэниел Крейг, вот он сыграл журналиста Блумквиста, который расследует исчезновение девушки, там много лет назад. И он же, в принципе, сейчас, наконец, образом частного сыщика Бенуа Бланка, фильм «Достать ножи» очень был... ну, действительно, всех поразил в 2019 году, поскольку это какой-то интересный, новый, свежий взгляд, и такая очень классическая, с одной стороны, история, замкнутое пространство, ограниченный круг подозреваемых, но тем не менее... Ну, вот что-то в этом фильме было, была какая-то магия, то есть он привлекал внимание, вот не было штампов, и, конечно, вот интересно, что для Дэниела Крейга это была попытка уйти от образа Джеймса Бонда, и сейчас, судя по тому, что уже «Достать ножи 2», вторая часть, она запланирована на это Рождество, по-моему, так что это тоже такой очень удачный фильм с большим количеством звезд, то есть там используется прием, когда все звезды, все роли исполняют очень известные, знаменитые актеры. Да, ну, тут же можно вспомнить, опять же, недавнюю экранизацию Агаты Кристи, «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле», то есть тоже два фильма таких знаковых. Тут, на самом деле, я вот когда думал, можно разделить примерно детективный жанр, можно подразделить на две такие большие, наверное, составляющие. Это фильмы, где во главе угла, так скажем, стоит конкретный детектив, то есть и вокруг него вертится действие, и, собственно говоря, все остальное имеет, ну, не то что второстепенное, но как бы второплановое действие, то есть раскрывается именно, на первом плане стоит именно детектив, ну, персонаж детектива, да, то есть, соответственно, вот эти фильмы часто становятся сериями, когда один персонаж, разные действия, разные какие-то преступления, и есть же наоборот, когда, наверное, на первый план выходит не детектив, а преступление, то есть преступник, маньяк часто там и прочее, и тут детективы, они скорее как инструменты для того, чтобы раскрыть этого маньяка, который такой вот многогранный, это вот, например, тот же «Семь», да, то есть в фильме «Семь», на мой взгляд, больше интерес представляли именно, ну, сами преступления, сам маньяк, да, в исполнении блестящего Кевина Спейси, который, то есть это было интересное замечание, что маньяк появляется на экране, во-первых, он появляется где-то вообще за 20 минут до конца фильма, и всего его на экране там минут 15-20, да, и при этом он становится центральным персонажем, да, вот. Есть еще какие-то примеры, когда именно, ну, например, да, «Молчание ягнят», то есть детектив в исполнении Джоди Фостер, конечно, тоже важная фигура в фильме, но на самом деле больше всего и «Оскар» получил за этот фильм Энтони Хопкинс, да, то есть исполнитель роли Ганнибала Лектора, который на самом деле даже, в общем-то, ничего и не делал за весь фильм, а просто сидел в камере и очень выразительно и страшно смотрел на главную героиню. Ну как, потом сбежал и убил полицейского, содрал с него. Да, ну это, да, это уже было в конце, но, в общем, вот как бы, исходя из этих вот параметров, то есть можно подразделить детективы, и в большей степени вторые, они больше относятся как бы к таким детективным триллерам, а первые, они вот именно больше, чаще относятся к классическим детективам, когда вот достаточно спокойно, вот фильм, который выходит на этой неделе у нас в кинотеатре, я так вот подозреваю, что он будет такой менее триллероподобный, то есть там не будет каких-то напряжения, какого-то саспенса, наверное, там будет более лирическое повествование. Ну и вот часто люди не очень любят эти классические детективы, тот же «Достать ножи», потому что там нет вот этого нервного, так скажем, напряжения. Есть скорее загадка, кому-то это нравится, кому-то больше хочется, значит, погонь, каких-то перестрелок, а в таких классических детективах этого часто и нету. Ну, поэтому вот исходя из этого, можно выбирать, какой жанр тебе больше нравится и на какой ты, соответственно, можешь пойти. Сейчас, конечно, больше популярность пользуются триллеры, ну, понятно, потому что в кинотеатре что постреляло, поухало, повзрывалось, а классические детективы, они такие более медленные, больше разговоров, меньше действия, поэтому они остаются на любителя, так скажем, и их выпускают достаточно редко. Именно поэтому вот поклонники жанра, они как бы должны обратить внимание на эти фильмы, если они хотят вот какого-то такого зрелища, которое им нравится. Ну и вот я хочу заметить, что, наверное, вот говоря про зрелища, ты упомянул Пуаро, ведь недаром вот Кеннет Бренна взял действительно два таких самых ярких произведения Агаты Кристи, «Убийство в Восточном экспрессе», там хотя бы вот было начало за пределами экспресса, и постоянно вот в его картине он пытался сделать так, ну, собрать всех звезд, чтобы хотя бы какой-то экшен происходил, ну, и «Смерть на Ниле» это тоже ведь попытка там показать там хоть что-то есть, там где-то падает камень, где-то там происходят какие-то перестрелки, где-то что-то, ну и, конечно, это антураж. Ну да, потому что современный зритель, ему нужно это, ему будет скучно два часа сидеть в зале и слушать там монологи, тем более есть в доступе сейчас стримы, когда это все можно посмотреть дома, то есть ему надо какой-то аргумент, чтобы он вышел из дома и пошел в кинотеатр, и, соответственно, надо что-то, что будет хорошо смотреться эффектно на большом экране. Ну и вот Кеннет Брэнна, конечно, подобрал, можно сказать, роль, там, казалось, после Дэвида Суше очень сложно представить себе, кто может сыграть еще Пуаро, а Дэвид Суше, ну, считался там самым таким ярким, классическим исполнительным роли, потому что абсолютно все рассказы, все произведения Агаты Кристи с участием Пуаро были экранизированы, это был, ну, просто сериал Пуаро, Пуаро, Агаты Кристи, и во всех сыграл Дэвид Суше, причем, ну, вот он там даже, как я смотрел, как он показывал, как он вживается в образ, как он там долго искал, он рассказывал, как он это происходил, но мне кажется, что у Кеннет Брэнна вот попытка показать чуть-чуть больше, вот в «Смерти на Ниле» ведь даже есть такие флешбеки, где нам рассказывают, откуда появились усы, такие пышные у Пуаро, и почему он за ними так следит, там, якобы полученный на войне шрам, который она закрывает на лице вот эти пышные усы, и вот, ну, попытка придумать что-то свое, попытка сделать какую-то такую, вот, может быть, ну, какой-то по-другому преподнести этот образ. Кого мы еще, вот, ну, кстати, вот классический вариант... Я хотел сказать, что раз мы вспоминаем классических детективов, и вот мы забыли Джорджа Штименона и Мегре, потому что и для поклонников, может быть, не менее известно, но в последние годы французы активно экранизируют вот именно историю Мегре, и в последнее время засветились в этой роли Жерар Депардье, а до этого, как ни странно, Мегре играл Роуэн Аткинсон, который мистер Бин, то есть достаточно необычный был такой кастинг, но, в принципе, он, мне кажется, справился и снялся, по-моему, если не ошибаюсь, в трех фильмах. Три фильма, да, было. Да, про Мегре, я их посмотрел, и они мне понравились. Это тоже вот классический детектив. Если кто-то интересуется, то вот может смело поискать и посмотреть. Я хочу сказать, что вот до Депардье, ну, кстати, Депардье вот сейчас начал активно, по-моему, у Депардье то ли второй, то ли третий фильм уже вот недавно вышел. До этого роль Мегре, там был какой-то длиннющий сериал, где даже сменился, по-моему, исполнитель главной роли в какой-то момент, но очень много лет там снимался Бруно Кремер. Это вот французский актер, такого, по-моему, немножко немецкого происхождения, у него действительно такая вот очень брутальная внешность, но тем не менее, вот он играл комиссара Мегре, а кто просто помнит, был фильм, господи, с Жаном Полем Бельмондо, невеликолепный, непрофессионал, частный детектив, частный детектив, и в этом фильме как раз вот Бруно Кремер был главным злодеем, то есть вот тогда Бельмондо пытался поймать. Ну, я просто запомнил этого актера, он всегда играл негодяев, мерзавцев, а вроде бы вот на склоне лет неожиданно получил предложение сыграть комиссара Мегре, и он довольно долго, наверное, лет 10, он снимался на телевидении в этих небольших, ну, сериях там по 40 минут. Я просто еще когда смотрел про Мегре, все думал о том, что первое, как бы, упоминание Мегре в литературе, то есть произведение, где фигурирует Мегре, расследует, оно называется «Петерс латыш». И я все думал, когда же ее, этот роман экранизирует, было бы интересно посмотреть, потому что охотятся за неким Петерсом, который, видимо, из Латвии, ну, судя по названию. Да, там речь идет о том, что после революции 5-го года вот анархисты, террористы, один из них вот как раз вот из Латвии, он уезжает в Европу, и там, в общем-то, его ловят, потому что он там продолжает там взрывать банки и там и так далее. Так что это такая очень, да, это первое его появление в литературе. В Латвии в кинематографе занятная, возможно, когда-нибудь мы ее тоже осветим. Да, потому что, кстати, вот, или действие происходит в Латвии, или там каким-то образом Латвия фигурирует, латыши, в принципе, можно будет. С тем же самым Кеннетом Брэнной, кстати, был детектив шведский, я забыл. скандинавский. Я тоже не помню, как он назывался, но он приезжал в Ригу на съемки, это вот я прекрасно помню. И снимался, и, в принципе, вот это одна из серий действия происходила в Риге. Лейтенант Коломбо, вот можно тоже вспомнить, Питер Фальк, конечно, мы уже как-то вспоминали его, не помню, в какой связи, но здесь тоже пример, наверное, яркого детектива, который, на котором все строится, действия, и все вокруг него. Сериал, помнишь, был «Настоящий детектив», вот первым сезонем Мэтью МакКонахи и Води Харрельсон, наверное, такие тоже, мне кажется, такие очень необычные сыщики, если учитывать большое количество мемов, которые сейчас гуляют, этот первый сезон, он очень ярким выдался и запоминающимся. Вот, я, наверное, даже как-то и прошелся по всему своему списку, своих самых, ну, еще можно вспомнить «Розовую пантеру», там сначала вот «Инспектора Клузо» играл Питер Селлерс, а потом снимали, когда ремейки, там играл Стив Мартин, этого придурковатого «Инспектора Клузо». Это было, ну, конечно, понятно, что это не совсем детектив, но не в классическом виде, это скорее комедия, пародия, но тем не менее. Ну, просто надо сказать, что мы упоминали тут в большей степени такие околосериальные, то есть серии фильмов. На самом деле, жанр-то намного шире, и чаще в нем представлены отдельные фильмы, и часто они такие не очень похожие по жанру. Например, можно вспомнить «Имя Розы», да, это такой исторический детектив, действие которого происходит вообще, не помню, там в каком-то среднем веках, да, и очень редко, когда ты видишь расследование детективное в это время, да, обычно это больше просто какие-то, ну, исторические, батальные фильмы, вот, или, например, что еще «12 раз гневных мужчин», да, то есть это такой классический судебный детектив, где люди присяжные пытаются понять, является ли убийца это обвиняемый или нет, прямо находясь, зритель вместе с ними находится в этой комнате, где они принимают решения. Ну, то есть детективы, они такие бывают очень разноплановые, да, там, «Секреты Лос-Анджелеса», например, это такой детектив гангстерский, где тоже есть тоже расследование, есть убийство, но это все в антураже гангстерского Лос-Анджелеса с мафией и какими-то продажными полицейскими. Ну, то есть жанр богатый на вариации, поэтому каждый найдет, ну, я думаю, что поклонники многое видели, но если кто не видел, может посмотреть, найдет каждый, что ему по душе. Если кто-то интересуется вообще жанром детектива, есть такая прекрасная книга Богумила Райнова, который сам писал вот целую серию про, ну, что может быть лучше плохой погоды, но у него в основном про разведчика, такая шпионская серия, но он, как такой литературовед, я не знаю, вот он проделал большую работу, есть у него книга «Черный роман», где он подробнейшим образом исследует все направления детективного жанра, вот от классического детектива до, ну, именно таких гангстерских разборок, и она была написана, правда, конечно, давно, может быть, где-то в 70-х годах, но за это время многое еще изменилось и добавилось, но такое, я считаю, что это один из таких основополагающих, просто, ну, таких фундаментальных исследований. Ну, и можно тогда, вот я чуть-чуть о новостях, что перейти. На самом деле, хотелось еще раз акцентировать внимание, что продолжает на большом экране, кроме новинок, еще выходит такая анти-новинка 13-летней давности фильма «Аватар», и кто его вдруг не видел, обязательно сходите. Я вот, как и обещал в одной из предыдущих передач, что я схожу с ребенком, я, пацан сказал, пацан сделал, и я пошел и сходил, и получил огромное удовольствие, несмотря на то, что я его уже видел, естественно, потому что, во-первых, качество несравнимое даже с большим телевизором, во-вторых, и улучшенное, собственно говоря, качество, во-вторых, например, я не был в курсе, хотя были новости об этом, я сейчас постфактум прочитал, что в конце фильма, в сцене после титров Кэмерон вставил небольшой отрывок из второй части, которая в декабре появится. В общем, плюс ко всему этот фильм вышел не только у нас, а вообще во всем мире по второму разу, и он находится сейчас, насколько я читал, он возглавил мировой прокат на самом деле, то есть подзаработал еще пару миллионов к тем 2,8 миллиардов, что у него уже было. Поэтому, кто вдруг так получилось, что не смотрел на большом экране, обязательно посмотрите, это, конечно, мне кажется, мировое кино, так скажем. Я обратил внимание, например, что в конце фильма Кэмерон сделал небольшое изменение по сравнению с тем фильмом, который вышел 10 лет назад. И, ну, если чуть со спойлерами, когда главные герои выгоняют алчных людей со своей планеты, они уходят с троем понурой, и один из главных злодей проходит мимо, в классическом фильме он просто проходит мимо молча, то в новой версии он подходит к главному герою, смотрит ему в глаза и говорит, ну, ты же понимаешь, что это не конец. Вот, то есть как бы это такая маленькая зацепка, которую Кэмерон, видимо, вставил, чтобы вот к преддверии второго фильма. А я прочитал такую радостную новость, что Хью Джекман вернется к роли Росомахи, и произойдет это в фильме Дэдпул 3. Райан Рейнольдс об этом объявил в социальных сетях, я посмотрел это, видео, он опубликовал, по-моему, в Твиттере ролик, очень смешной, потому что он сначала долго рассуждает, что вот мы думали, как сделать, вот что, чем еще разнообразить, и вот, и наконец, делает паузу, ничего не придумали. А в это время сзади у него проходит Хью Джекман, вдруг он поворачивается, «О, кстати, Хью, а ты не хочешь сыграть еще раз Росомаху?» «А чего бы и нет?» Он говорит, и уходит. Ну, это совершенно потрясающе, смотрится, кто может найти, посмотрите. И потом вдруг, и тут же начинается песня Уитни Хьюстон, «And I will always love Хью». Они чуть-чуть как-то, я не знаю, каким образом они подизменили, но они еще титром дали, чтобы это совсем было понятно, что я всегда буду любить Хью. Ну, и Хью Джекман действительно каким-то образом появится в роли Росомахи в третьей части Дэдпула. Кстати, по поводу «I will always love you» я прочитал, что в американской прокат возвращается фильм «Телохранитель». Собственно говоря, откуда эта песня, не только в российский прокат возвращаются старые фильмы, но и в американский тоже. Так что, возможно, и до нас дойдет. Я, например, бы посмотрел на большом экране, потому что, понятное дело, что... Я не видел его на большом... Я только-только видел в видеосалонах, так что это прекрасная возможность. Ну что, нам показывают, что время уже закончилось, программа «Синема». Огромное спасибо всем, кто слушал. Олег Пеков, Владимир Веселов. Встретимся в следующую среду. Не успел рассказать про фильмы, которые посмотрел, успел, ну вот из нашего проката, но в следующий раз обязательно тоже похвастаюсь своими достижениями. Всего доброго, пока, всем хороших фильмов, до встречи. Всем пока. Радио Болтком.